Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я с новостью снимаю для вас небольшой влог, в котором будет мой заказ с магазина Ла Мода. Вот сейчас я сижу, жду курьера, когда он ко мне приедет. Также я хочу сказать, что я сегодня попробовала вот эту тушь, которую я вчера показывала от Клиник. Вот эту... Вообще я что-то не поняла, в чем прикол на самом деле. Но вот здесь, во-первых, покажу щеточку вам. Ну, вот такая обычная стандартная щеточка, то есть она с такими обычными ворсинками. Но здесь есть такая история. Сейчас покажу. Видите, тут нарисованы такие реснички. И я так поняла, что можно регулировать то, что я хочу получить. То есть более натуральные реснички, такие пообъемные, и совсем такой эффект драмы. И эту штуку нужно крутить. То есть она прокручивается. И вот здесь вот выдвигается вот эта штука. То есть я уже ставлю на то, какой объем я хочу получить. Я что-то вот эту историю на самом деле не поняла. Кисточка при этом никак не меняется. А просто... Я так поняла, там вот этот дозатор, который, ну, набирает тушь, он становится шире или больше, не знаю. Вот если кто пользовался, обязательно напишите мне. Но сегодня накрасила ресницы ею. Красилась я с утра, правда, очень быстро. Но... Не знаю. Вот она сейчас немножко жидковата. И она в отличие... То есть прокрасила хорошо, даже сделала изгиб. Но в отличие от диоровской туши, она не делает длину. То есть ресницы ровно, как вот они у вас есть. Вот та диоровская тушь, которую я вам показывала в предыдущем влоге, она делает еще и длину. То есть она удлиняет, подкручивает и делает объем. Но сейчас она немножко жидковатая. Я ее как раз вот скрыла и положу. Оставлю ее, пока допользуюсь диоровской тушей. И я хочу вам сказать, девочки, всем огромное спасибо. Те, кто написал мне по поводу туши, рекомендации свои. Да, я вообще забыла про туши вот Maybelline просто напрочь. Я одно время очень часто им пользовалась. Покупала разные и в желтом тюбике, и еще какие-то там абсолютно разные. Они мне, кстати, действительно очень нравились. Я не знаю, почему я их перестала покупать. Хотя нет, знаю. Мне однажды подарили тушь от Guerlain. И я в нее тогда влюбилась. Такая была черная упаковочка с золотой серединкой внутри. Я в нее просто тогда влюбилась. Очень долго ее потом приобретала. А потом уже стала пробовать другие туши. Да, в люксе не все туши идеальные. Я вот с вами очень сильно соглашусь. Но вот мне нравится тушь от Lancome, мне нравится тушь от Guerlain. И мне очень нравится тушь от Eves Saint Laurent, которая Babydoll. Она просто потрясающая. Она делает вот такие ресницы, как я люблю. Она удлиняет их немножко. И просто, ну просто потрясающая. Но она быстро засыхает вот эта от Eves Saint Laurent. И стоит она что-то 2000 там со скидкой. Ну, в общем, да. И долгое время, кстати, я потом тоже пользовалась от Clinique. Только в зеленом тубе. Это тоже где-то мне пробник какой-то достался. Я не помню откуда уже даже. Вот. Но от Maybelline вот эту я уже, так как я ее вскрыла, я ее допользую. И потом куплю себе Maybelline. А Lancome пока отложу. Так что спасибо вам огромное. Мне действительно очень, во-первых, очень приятно, что вы отзываетесь на мои просьбы. А во-вторых, Maybelline действительно. А вот каталожную косметику мне кто-то порекомендовал. Эйвен, да, я слышала, что туши Эйвен прикольные. И я также слышала, что вроде бы база по тени очень хорошая от марки Эйвен. Но, честно, мне лень заказывать вот эту каталожную косметику. То есть мне надо что-то где-то искать кого-то, куда-то ехать, потом это все забирать. Мне это, честно, очень неудобно. Я даже не заказываю Фаберлик. Хотя очень хочу. И, может быть, осенью все-таки решусь заказать. Потому что я вижу очень много положительных отзывов на дом Фаберлик. То есть на вот все вот эти вот для дома и порошки девочки хвалят, и кондиционеры. Надо будет как-то собраться и заказать. Фаберлик я, кстати, раньше покупала, когда жила еще в городе. У меня был пункт выдачи недалеко. То есть я там пешочком могла пройти буквально там, не знаю, в соседний дом и получить. А сейчас мне нужно ехать. И причем я перестала заказывать, потому что мне нужно было ехать там как раз через переезд. Кто знает, кто из Питера знает, на старой деревне там постоянно вот эта пробка и вот этот переезд дурацкий. Но не знаю, сейчас надо будет посмотреть. Может быть, изменились пункты выдачи где-то в другом месте. Так что в сентябре, может быть, что-нибудь и закажу из Фаберлика. Вот, посмотрю. Очень хочу там попробовать средства для мытья. Там для мытья духовок, для жидкости, для мытья посуды. Ну, в общем, всякое вот такое. Для дома очень хочу заказать. Обязательно сделаю заказ, потом вам расскажу. И также я хочу вам показать. У меня есть такое средство. На самом деле это мое прям открытие. И я без ума от этого средства. Оно очень бюджетное. Ну, как? Ну, мне кажется, очень бюджетное. Это вот такое средство. Это гель-шампунь детский. Называется «Моя прелесть». Да, шампунь-гель. Подходит для чувствительной кожи с ароматом персика. Здесь 500 мл. Я его приобрела в ленте. Где-то 100 с копеечкой он стоил. Ну, мне кажется, для 500 мл. Очень даже неплохая цена. Я купила ее детям. Но когда я открыла, понюхала, здесь написано, что персиковый нектар. Вот он такой аромат. Я бы даже не сказала, что это персик. Я бы сказала, знаете, такой лимонад Дюшес, по-моему, есть. Вот очень мне напоминает. Или какие-то конфетки серии Барбариски какие-то. Но вот прям что персиком. Ну да, есть такой персик, немножко химозный. Аромат такой, ну, не сильно явный, не сильно навязчивый. Ну, кому-то он может не понравиться. Но я купила детям и использую его сама, честно признаюсь. Это настолько классный гель для душа, девочки. Просто я, если вы найдете у себя вот такую, не знаю, есть ли другие какие-то ароматы. Именно вот это «Моя прелесть». Я не знаю, как называется бренд, но вот смотрите, просто написано «Моя прелесть» и все. Больше ничего, никакого бренда нету. Это производство у нас Ставропольский край, город Невинномыск. Наверное, так правильно оно произносится. Фирма написана о ОАО «Арнест». Ну, как-то так. В общем, девочки, вот сейчас была когда жара, и у меня уже где-то вот столичка, наверное, где-то вот столько, да, у меня его осталось, вижу на камеру. Я его приобрела, ну, для детей, деток тоже мой, но хотя деткам нравится, у меня там другой стоит, еще для детей им другой нравится. А кожа после него просто мягонькая-мягонькая, реально, как вот, как у ребенка, честное слово, не стягивает кожу. У меня кожа сухая, я уже говорила, да, и вот летом все равно мне не хочется иногда использовать никакие крема, никакие ни масла, ни лосьоны даже, потому что с утра уже встаешь жарко, все липнет это, и ничего не хочется. Вот этот гель для душа просто потрясающий. Голову я им, конечно, не мыла, но и не буду им мыть голову. А вот в качестве геля для душа я вам всем, девочки, вот, если кто где увидит, я покупала, еще раз повторюсь, в ленте, но, может быть, ну, мне кажется, наверное, в детских отделах каких-то, наверное, есть в магазинах, очень он мне нравится. Девочки, он просто потрясающий. Вот этот аромат, который у него здесь есть, он выветривается потом на коже, кожа ничем не пахнет, но она такая мягкая, просто супер, мне очень сильно понравился. Я себе потом еще куплю второй такой же, тем более 500 миллилитров за 100, там, с копеечкой, мне кажется, просто супер. И еще в этом влоге хочу вам показать кусочек нашей питерской погоды. У нас сейчас, я когда снимаю вторник, ну, наверное, сегодня же и загружу вечером на канал этот влог, у нас в воскресенье был град, при том, что в субботу у нас было достаточно жарко, ну, как, ну, жарковато, все равно было там 20 с лишним градусов. Сейчас у нас в Питере 19 градусов, ну, по крайней мере, у нас здесь пишут, что 19. В воскресенье у нас был град, у нас был просто огромный ливень, гроза, молния, град. Я вам вставлю кусочек видео, покажу. А вчера вечером у нас тоже был дождь, достаточно сильный, прямо ливень такой, при том, что было днем, ну, тепло, там, 20. То есть я ходила в футболке, не так холодно было, вот, там, 20, может быть, 2 было градуса, 21, вот так вот. И вечером появилась такая красивейшая радуга, я вам сейчас вставлю тоже кусочек видео. Смотрите, какая у нас классная радуга, прошел дождь, и вот теперь такая радуга, прям яркая-яркая, класс. Да, сейчас дам, покажу сейчас. Просто супер, аж целых 2. Просто вот эта радуга, она была настолько яркая, настолько явная, вот у нас в Питере на самом деле достаточно редко бывает град и бывают радуги. Ну, по крайней мере, я не очень редко видела, так что вот так вот нас балует, балует нас питерская погода. Лето было жарко, сейчас, правда, уже 19 градусов, но я обожаю такую погоду, как сейчас. Честно признаюсь, я вообще обожаю осень. Я себя осенью просто потрясающе чувствую, у меня полно энергии всегда, у меня какие-то, не знаю, какая-то движуха все время происходит, потому что осень — это прям реально мое время года, не знаю, она заряжает во мне какую-то энергию. Летом я не очень лето люблю, особенно жару я не люблю, я себя достаточно плохо чувствую, у меня слегка пониженное давление, и когда жарко на улице, я всегда себя чувствую так вот, знаете, такой достаточно вялым человеком, то есть мне мало что хочется делать, мне хочется просто лежать где-нибудь около воды и все, и больше ничего не хочу делать, поэтому я даже не особо люблю куда-то уезжать, отдыхать больше, чем на две недели, потому что это больше, чем я могу выдержать. Ну, действительно, я, наверное, такая человек-дитя Питера, наверное, потому что вот именно такую погоду, когда идут дожди, когда сыро, для кого-то это плохо, но для меня это реально вот классная погода, я себя всегда очень хорошо чувствую в такую погоду, и всегда, не знаю, летаю, что-то делаю, у меня всегда куча идей, куча-куча-куча-куча всего. Вот. Ну, а сейчас я покажу вам, что же я заказала в Ламоде. Вот пришел заказ Ламоды, вот в таком пакете мне все приносят, и внутри тоже все запаковано, и нельзя, ну, как они, по крайней мере, говорят, нельзя путать вот эти пакетики, в чем упаковано. В общем, сейчас будем с сыночком все мерить. Время на примерку, кстати, они дают всего лишь 15 минут. Ну, сейчас будем с ним все мерить. Ну, не одеть, что ли? Одеть! Ну, что ты там, блин, Лёва. Вот я себе купила вот такое платьице. Девочки, просто красота. Снимаю себя в зеркало. Надеюсь, свет хороший. Просто я его отглажу, и будет... То есть, оно, видите, такое мятое еще вот. Просто супер. Посмотрите, какая красота. Да, оно как бы не дешевое, я вам скажу потом по цене, сколько что стоит. Но оно просто классное. Посмотрите, просто оно супер. Сейчас попробую, попрошу своего сыночка еще меня снять. Но это просто супер. Очень женственно, очень красивое. И такой цвет, ну, просто классный на самом деле. Не знаю, он на сайте, у них был такой более розовый, но на самом деле он такой, как, не знаю, пыльно-розовый, даже не пыльно-розовый. Да, вот такой вот просто. Если вы ищете какое-то платье себе на торжество, я вам очень его рекомендую. У меня это размер М, и оно, как вы видите, село на мне плотно. Я там читала тоже, девочки, что у кого 46 размер, они брали 46-48. У кого там 42, они брали 42-44. Вот у меня получается 44, да, то есть оно как бы... То есть если у вас размер 44, то вам нужно брать как раз М-ку, 44-46. Если у вас размер 46, то вам нужно брать Л-ку получается, то есть 46-48, который, ну, получается, как бы на размер маломере, да, я так предполагаю. Но вот если была бы Эска, то я бы, конечно, не влезла, потому что он так плотненько, хотя рукава свободная. Но просто классно, не знаю, просто супер. Как раз, может быть, на 1 сентября одену к сыночку, потом у меня день рождения еще будет у сыночка. И вот такая красота с туфельками, мне кажется. Сейчас я в тапках домашних, но хотя, кстати, и тапки сюда подходят. Вот, а так оно просто, ну, видите, такая юбка внизу пришита. И сверху вот такая красота. Мне кажется, даже вот кому-то на свадьбу пойти, там, не знаю, на день рождения. Какое-то мероприятие просто очень необычно, очень красиво. Оно там есть еще в таком темно-синем или темно-зеленом цвете. Но такое светленькое мне нравится больше. Мне кажется, темное платье хорошо подойдет блондинкам. А вот мне как раз-таки светленькое, очень красивое. Я когда его увидела на сайте, на самом деле просто в него влюбилась. Не знаю, оно просто потрясающе. Сейчас попрошу сыночка себя снять во весь рост. Ну, не крутись. А сыночку своему вот такую купила кофточку в школу ходить. Очень симпатично. Нулево. Повернись. Вот такая классная с брюками. Вторую вот такую. Хотелся. С длинным рукавом еще футболочку пола. Да? С темно-синим воротничком. Тебе понравилось? Ага. А есть еще темненькое. Еще одну, да. Вот. И третью уже вот такую. Ну, да. Повернись. Повернись. Вот. С такими штуками. И такой воротничок. Очень беленький, симпатичный. И, кстати, хорошо, что темная. Не такая маркая, да? Угу. И натягивается. Да, она тянется на ткань. Очень приятная к телу. Очень понравилось. Тебе больше всего вот эта понравилась? Да. Ди. А мамина платье красивая? Да. Мама, красивая тебе? Да. Вот такой мы, в общем, приоделись с сынком, да? Ужас. Вот решила вам показать это платье вот в таком виде. Я его, правда, буду, ну, соответственно, отглаживать, потому что сейчас оно мятое. Но, девочки, оно просто потрясающе. Вот сейчас камера передает правильный вот цвет, потому что на сайте оно более такое, более розовое. Здесь оно, видите, такой цвет, ну, очень потрясающе. Платье, вот, видите, размер М-ка у меня D&M, наверное, так правильно. А, вот, это 101 Дресс, да, называется платье для самых красивых. У них действительно вот у этой марки. Я там посмотрела на Ламоде. Вот, они действительно такие красивые девочки, просто потрясающие. Здесь вот Джонас М. Состав тут не написан. 90% полиэстера, 10% эластан. Ну, я очень рекомендую вам просто. Девочки, не откажитесь, я в таком красивом платье. Просто потрясающе. Вот сверху, видите, вот такая внутри плессированная ембочка. Вот, шовчики все ровные, не знаю, просто. Но вот оно реально стоит своих денег, честно. И с этой стороны, видите, такая атласная ткань. Она слегка тянется, поэтому, ну, получается, маломерят на размер, по мне так. Здесь вот выточки. Не знаю, мне кажется, на большую грудь оно здесь не застегнется. Вот, ну, просто. Это на самом деле просто, я не знаю, какое-то потрясающее платье. И сзади на спинке, я вам тоже покажу. Здесь вот такая потеная молния идет. Вот, ну, просто супер. Вот на свадьбу, я не знаю, на какое-то мероприятие. Я его не только на мероприятие собираюсь носить. У меня, как я уже сказала, день рождения сыночка будет. Я его одену и не может быть на 1 сентября, а еще какие-то праздники. Но не только на праздники, я думаю, я его и так буду таскать, потому что это просто потрясающее платье. И вот эти вот тоже кофточки, которые сыночку заказала, я тоже вам оставлю ссылки на них. Вот это вот очень приятная ткань, такая тянущаяся, такая мягенькая. И мне очень понравилось, очень красиво смотрится вот этот воротничок. То есть беленький, а сама ткань темная. То есть он такой не марка. Вот сыну моему больше вот это понравилось. Вот, и вот это вот второе. Тоже мне понравилось то, что необычная футболка пола, темненькие. Они, конечно, тоже не дешевенькие, но очень качественные, очень приятные к телу. Сыночку моему очень понравилось. И вот в этом здесь на пуговках застегивается, а вот в этом уже, видите, на кнопочках. Это тоже, кстати, очень удобно для ребенка. Но вот в школу, мне кажется, супер ходить. Просто потрясающая вещь. Тоже очень приятно к телу. Они идут размер в размер. У меня сынок крупный, поэтому нам немножко длинные рукава. То есть мы чуть-чуть... Во-первых, и по росту он у меня высокий. И плюс у нас есть пузико, да. Поэтому вот такое мы тоже очень-очень рекомендуем. И вот это, которое тоже вам показывала на ребенке, тоже очень симпатичная. Маму сыну так, она сказала, ну, такое нормально, пойдет мама. Вот, но тоже прикольно. Это, кстати, вот эта вот марка. Вот видите, здесь написано финалист конкурса, школьная форма, лучшая школьная форма. Вот такая марка. Не знаю, но они просто потрясающие. Здесь вот оторвалась бирка. А это вот я взяла 146 размер. Хотя он у меня где-то 134. Сейчас, может, чуть-чуть побольше. Да, у меня высокий ребенок. Вот это вот такая фирма. Просто потрясающая. И вот сейчас хочу показать вам чек, что, сколько мне обошлось. Значит, здесь получается поло, которое, вот это темно-синее, оно стоит 1600. Вот поло, которое с коротким рукавом. То есть вот это вот такой. Этот цвет такой слегка голубоватый, такой, ну, прикольно. Оно стоит 1200 мне обошлось. И с длинным рукавом беленькое 1400. И вот платье мне обошлось 3509. То есть у меня на все это моя только скидка клиента была 10% и по итогу 7826. Ну, девочки, я могу сказать, что платье, оно стоит просто каждую свою копейку. 3500. Но оно стоит этих денег очень красивое. Я не знаю, как вам, обязательно напишите. Но мне оно просто безумно нравилось. И, кстати, вот к вопросу о гардеробе, к выбору вещей, я лично это платье вынашивала вообще в себе мысль, купить мне его или нет, неделю. То есть я его увидела на сайте. Я, во-первых, увидела, что там есть только размер М, самый маленький. А так там был еще, по-моему, Л-ка. То есть, да, Л-ка и М-ка. Я там читала отзывы. И там все девочки писали, что, то есть, вот М-ка это, ну, короче, на размер больше получается, да. Потому что сейчас у меня вся остальная одежда, у меня S-ка такая, четкая S-ка. То есть 42-44. А здесь, получается, М-ка и достаточно хорошо сидит. Но, правда, вот в этой части, то есть, части груди, то есть, оно могло быть побольше. Ну, то есть, оно может натягиваться. То есть, видите, оно так слегка тянется. То есть, в принципе, я думаю, в S-ку я бы тоже бы влезла. Но S-ка была бы очень плотная. Вот здесь вот в груди, в талии. Так что, не знаю, платье просто потрясающее. Ни капли не жалею, ни копейки на это платье. И вот я неделю думала, думала, куда я буду одевать, на какие там праздники, мероприятия, куда я в нем буду ходить. Есть ли у меня туфли, есть ли у меня сумка, есть ли у меня вообще что-то к этому платью. Неделю ходила, каждый день открывала, смотрела, поняла, что мне просто оно безумно нравится. И вот я его заказала, и теперь просто-просто счастлива. И тоже по поводу вот кофточек сыну. Ну, во-первых, все-таки я считаю, что тысяча рублей, тысяча двести, полторы тысячи, это не так дорого. Во-первых, качество очень хорошее, просто потрясающе. Конечно, можно было в Модисе продаются футболки пола, но они без вот, не с такими, как это называется, с воротничком, да, то есть они однотонного цвета, но в Модисе футболки пола я как-то покупала сыну, они потом, вот эта вот линия, да, прострочка, она потом вот так вот перекашивается, они садятся, вытягиваются, то есть по качеству не очень. Ну, я тоже рада, что сыночку купила, качественная вещь, она всегда видна, я надеюсь, он не уделает ее в первый же день, но, кстати, у меня сейчас сынок стал более аккуратным, и да, у меня сынок очень крупный, очень большой, он родился таким, и вот таким и остается, так что, так что да, в общем, я жутко-жутко-жутко довольна, теперь жду не дождусь, когда я выгляжу куда-нибудь свое это платьишко красивое, может быть, куда-нибудь с мужем пойдем, я его обязательно одену, так что вот так вот, ну, на сегодня, я думаю, я буду заканчивать свой влог, он у меня получался таким достаточно небольшим, обязательно напишите мне, что вам вообще интересно, чтобы я показывала в своих влогах, может быть, там, не знаю, приготовление пищи или уборку, что вам интересно, я с удовольствием буду снимать, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, всем люблю, целую, и до новых встреч!